Сейчас утро воскресенья, 18 февраля. Мы приехали на рынок. Еду такая слабость, спала 10. Приехали за овощами, буду затариваться. Потом расскажу вам про свою подруженьку, почему мы с ней расстались. Мы уже закупились дома, покажи, что купили. Упали цены в двора, слава богу, потому что перед новым годом были цены космос. Проходим мимо груши. Смотрите, муж показал мне, то я даже голову не поднимаю. Смотрите, февраль месяц и груши у нас здесь на Тенерифе зреют. Так, у нас есть немножко времени, час перед обедом, потому что еда готова. Я вчера вот тушила этих курей. Короче, час. Час времени. Еще есть часик погулять перед обедом. Говорю, поехали куда погуляем. То приехали в центр этой Дагесты, потому что рынок вот там, в той стороне. Приехали оттуда. И сейчас вниз спустимся, в какой-нибудь барчик сядем. Хороший солнечный день, теплый. Люблю, когда светит солнце. Не перестану говорить люблю, когда светит солнце и тепло. Единственный минус будет ветер и не идет дождь. Вот, конечно, это беда, что не идет дождь и все сохнет зима, а дождя нет. Соответственно, не будет урожая. Цены опять будут бешеные. Потому что, когда это в декабре мы ездили на рынок, не шел дождь. И, конечно, надо было поливать людям и сразу же в два раза все было дороже. Тут немножко ветер, надеюсь, будет не задувать. Вот так выглядит центральная улица Дагеста. Идем сейчас сядем в какой-нибудь барчик. Попим по бокалу вина красного. Здесь такой классный велосипедик с этими цветами. Красиво смотрится. И люди сидят, сидят в кофе. То кофе, то вино. Обожаю такие композиции. Стараются каким-то образом украсить свою террасу. Мы, кстати, в Тегесте ездим в ресторан, поесть этих курей. Супенка табака. Я бы хотела жить в Тегесте. Единственное, что здесь нет супермаркета и дорогое жилье. Да, здесь такое более элитное дорогое жилье и нет супермаркета. Это минус. Заказали 250 мл вина. Такие стаканы. И принесли нам бутылки с подсоком. Я вижу, обычно приносят. Ну, нормально, такие красивые бутылочки. Тут подсока налили. Сидим, пьем винчик. С таким красивым видом на центральную площадь. Вдалеке циркушка виднеется. Ой, обожаю Тегесте. Такой красивый, на самом деле, атмосферный, таланиальный город. Даже не знала, что в Тегесте есть такой симпатичный фонтан. Прикольно. Дети тут играются. Едут возле фонтана этого. Вот так идет центральная площадь вблизи. Когда там 12-2 часа бьют эти, так сказать, часы на башне. Очень атмосферненько. И вот эту гору мы из Дельтехина, мы поднимались не один раз. Вот туда, на высоту эту. Смотрите, и по воскресеньям богатые люди выгуливают свои раритетные авто. Я так понимаю, это Формула-1. Не знаю, какой год. Смотрите, прикол какой. Немножку поснимаю на Тегесте. Ручка такая. Здесь барчик. Мы сидели в том барчике. Балконы канарские. Ну, мило, видите. В воскресенье. Люди уже с утра по барам. Ну, как бы уже 2 часа. Но, в принципе, мы пришли в час и все было битком. В Испании такая жизнь. По барам. Кто кофе пьет? Кто пиво? Кто вино? Ну, чаще пиво и кофе. Там мы тащили вина выпить. А так, конечно же, пиво в Испании льется рекой еще больше, чем в Чехии. Я уже думала, что прошла Калима. Вчера такое было. Ясное небо в этой вологоне. Смотрите. Калима. Ветер. Снимаю вам красивый пейзаж драконового дерева. Пальмочка. Тут на ступеньке старая. Возле этого паркинга. Дом канарский. Такой красивый вам вид Стенерифы. Солнечный, теплый вид. Мы едем домой. Вчера был один единственный день без Калины. Все в тумане. Не виден ни Тейли, ничего. Так, мы уже дома. Светит солнце. С утра было пасмурно. Эта красотка тут крутилась. Не успела ее заснять. Хотела показать вам мои желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны. Запомятим воду. Мы уже после обеда. Наши покупочки. Купила картошку. По 2 евро было. Это канарская с Тегестой картошка. В декабре или ноябре. Уже не помню, когда мы ездили на рынок. 3,5 евро была картошка. То есть сейчас по 2 евро, как в магазине. Так, баклажаны по евро 50. Тоже были что-то там, не знаю, 2,70. Ну, 2,50, наверное, точно были. Даже кабачки дороже стоили, чем баклажаны. Тоже что-то 2,50, 2,70 или даже 3 евро. А сейчас евро 50. Вот подешевели кабачки. Короче, все подешевело. Помидорки по евро 50, как в магазине тоже. Ну, большие были по 3,50. Вот такие большие по 3,50. А эти малюсенькие по евро 50. И не смогла удержаться. Купила себе еще такой пончик на десерт по 90 центов. Все. Муж уже достал. Курицу еще вчера делала, тушила. Сейчас буду все это дело разогревать с картошечкой. У нас шикарный воскресный обед. Подогрела огурчику. С картошечкой обожаю вот так на второй день. Подогревается в этом соусе. Хамончик. Без хамончика. Единственное, что нам его толсто вчера порезали. Надо просить, чтобы потоньше резать, когда вкуснее будет. Сыр овечий. Здесь еще такое чурицо. Типа как жир с приправками, грубо говоря. Это такая чисто канарская штука. Очень вкусно. С сухариками будем есть. И вино красное. В Дагесте купили сейчас на рынке. Битулочку красного вина. Все. Всем наиприятнейшего аппетита. Здесь еще у нас есть перчик красный. Все. Ой, как вкусненькая она будет. Еще раз всем приятного аппетита. И посмотрите на эту новую морду. Я ее согнала с одеялом. Она все равно пришла. Она все равно пришла. Вот я глади. Не дается. Так как направила на нее эту камеру, то она это. Боится. Боится. Ты боишься? Надо надеть под одеяльник. Она улеглась мне на одеялом пола. Сегодня у нас уже солнечный вторник. 20 февраля. В воскресенье я вам так не рассказала про свою подружку. Вчера ходила на английский. Раздали нам наши контрольные. С результатами контрольные. Я самую лучшую ученицу класс. Одна из четырех. Пятнадцать человек у нас. Или шестнадцать. Пятнадцать наверное. И четыре вот получили девятки. Вся молодежь и я. Я старушка получила тоже девятку. Были ошибки. Не без этого. Суммировала баллы. Грамматика. Устная речь. Короче. Девять и два. Я не ожидала. Я думала на восьмерочку. На семь то нет. Но на восьмерочку я знаю. Молодец. Молодец. Какая я молодец. Мой экзамен по английскому языку девять и два. Закрыла тут персональные данные. Девять и два. Какая лучшая ученица в классе. Так вот. Сегодня хотела пойти на встречинг. Но проснулась. И был забит нос. И я подумала. Как я пойду на это занятие. Чем я буду дышать. Осталась дома. Не знала куда себе деть. В инстаграме посетила. И шорт смонтировала. И видео смонтировала. Кстати. Уже последнее видео. Сегодня выгрузила. Про наше путешествие. А сегодня смонтировала видео про 14 февраля. Завтра оно выйдет. В среду. Сегодня вторник. И вот в четверг выйдет уже видео. За всю неделю. Такой по пури. По чуть-чуть я снимала. И уже надеюсь я войду в этот. Так сказать. В режим. И буду снимать. Выкладывать видео каждый день. Так вот. Лежала. Все же дела переделала. Два часа. Муж сегодня на дежурной по кухне. Да. И поэтому. Что делать. Пошла в душ. Хотя как бы. Голову вчера мыла. Думала. Снова помою. Сделала такой вот. Этот мой. Мокрый эффект. Подружка мне сказала. Что ей нравится. Когда мне мокрый эффект. Там я и сделала. Мне иногда как бы нравится. Иногда не нравится. Иногда кажется. Что взрыв на макаронной фабрике. Но если люди говорят. Что им нравится. Значит. На самом деле. Это красиво. Вот так выглядит. Наша аппетитная блюдо от шеф-повара. От моего мужа. Ой. Фаршированные баклажаны. Очень вкусненько. А тут у нас еще хамончик. Будем накладывать кушать. Потому что все голодные. Приехала с английского. Я хочу коротенько вам рассказать. Про свою подругу. Не знаю. Может отдельно. Потом видео сниму. Кстати. Мне сегодня сделали комплимент. На учебе девочки. Сказала. Что мне очень красиво. С этими кудрешками. Значит. Надо делать почаще. Как раз пришел комментарий. Тоже. От девочек моей. Из канала. Что. Как это сказать. Я говорю. Как я в видео сказала. Я не буду молчать. Я буду говорить правду. Я в принципе всегда ее говорила. И есть люди. Которые на это обижались. И обижаются. И многие года. Они эту обиду в себе таили. Это мои одноклассники. Одноклассницы. С некоторыми. Получается. У меня уже судьба развела. Да. С некоторыми еще до сих пор держала. Но стоило Ире съездить в Прагу. И высказать просто свое мнение. Что мне не понравилось в Праге. Вот. Человек стал защищать. Что ей понравилось. Ну хорошо. Тебе понравилось. Но в другом месте. Тебе тоже не понравилось. Ну короче. Так получилось. Что наши взгляды уже не совпали. Ни по каким моментам. Я стала очень отрицательным героем. У меня везде негатив. Хотя я ей показала видео. Где я вот недавно снимала. Рассказывала вам про Беларусь. Какая прекрасная моя Беларусь. И хвалила ее. То есть кто со мной на канале живет. Уже не один месяц. Знает. Что у меня не только один негатив. Но если я вижу что-то негативное. Конечно же вам это буду комментировать. Что мне не нравится. Что мне раздражает. Ну еще раз говорю. Это эмоции. Все мы вправе найти эмоции. И я хотела как бы человеку тоже показать на ее минусы. И сразу же обижается. Вот тоже Катя мне написала в Германии. Что как только начинаешь говорить правду. То есть по-своему отстаивать свои личные границы. Люди начинают обижаться. Говорят что они тоже имеют право на личные границы. Ну хорошо. Но я же тем самым не заканчиваю это общение. Я стараюсь найти точки соприкосновения. У меня тоже были такие проблемы. Обзаимопонимания. Обзаимопонимания. С моей знакомой. Ну так сказать. Одногруппница из Германии. Мы тоже так вот. Не скажу что поругались. Но было недопонимание. Я ей вот говорила тоже. Что вот она такая стала немножко негативная. Она в штыки в штыки. А потом все таки проанализировала. И как-то поменяла свою линию поведения. Ну благо человек верующий. И как бы ей не заставило особого труда это как бы сделать. И проанализировать. В моем же случае. Да. У меня есть негативные моменты. И может быть в последнее время их стало больше. Почему? Потому что жизнь моя личная. Тоже так сказать не розами пахнет. Поэтому если у меня вот на душе кошки шкребут. Соответственно я это вам транслирую. Я не могу вам транслировать любовь, счастье, радость. Если у меня нет этого в этом мире. Ну в моем внутреннем мире. Да. Я блогер искренне. Стараюсь вам передавать все свои эмоции, ощущения. И показывать себя на самом деле какая я есть. Вот. А друзья. Да. Они. Много я уже так сказать потеряла под рук на жизненном пути. Но они живы слава богу. Но расходимся вот из-за этого. Что я ощущаю жизнь вот так. Они ощущают жизнь по-другому. Возникают какие-то обиды, недопонимания. Но я очень рада, что есть люди, с которыми мы все-таки находим общий язык. Казалось бы, вот тоже так как это возникает перепалка. И я уже думаю, ну все, все. Расстанемся. Заблокируем друг друга и не будем общаться. Но нет, опять же, человеку с той стороны важно со мной общаться. Как бы я иду тоже с некоторыми людьми вот на такие вступки, что мне важно с теми людьми общаться. Поэтому я закрываю глаза на какие-то такие вещи, которые мне не нравятся. Ну и соответственно, есть люди, которым я дорога. Они тоже закрывают глаза на какие-то вещи. Ну или как-то, может, не очень сильно на этом акцентируют внимание. На них, может, не так сильно важно. Вот. И, короче, мы идем дальше. Мы уже не зацикливаемся на этом. Но в этом случае почему-то были обиды одни и те же. Слова одни и те же. И было понятно, что человек меня не простил. И как бы лучше в этом случае, конечно же, расстаться. Как хорошо расставаться с друзьями. Чтобы так было просто расставаться с мужем и женой. С мужем и женой ты живешь под одной крышей. Какой-то общий быт. Какие-то тут иногда вещи. Чемодан собирать с другом. Так. Все удалил из друзей. Заблокировал. И до свидания. С мужем и женой просто так не получается. Поэтому я не хочу оставаться в этом браке. То есть мое решение, оно окончательно. Но вот еще идут такие колебания, что как это сделать. Я вот хожу на английский язык. Решила до конца марта остаться на Тенерифе. Доходить вот этот свой английский язык. Курс английского языка. А там уже смотреть. Если уже совсем будет все вот так печально, как и есть. Тогда, конечно же, собирать чемодан и уезжать в Беларусь. Если же будут какие-то еще... Ну, как бы это тоже глупо. Отношения у нас в принципе на протяжении трех лет. Где-то одни и те же. И просто закончилось мое терпение. Закончилось мое терпение. Как я вам говорила в одном своем видео. Или ты принимаешь человека таким, какой он есть. Или же расходишься. То есть ты ни в коем случае не можешь его не переделать. И он и не переделается. Единственное, что ты можешь сам переделаться и подстроиться под него. Ну, как бы я не подстраивалась, как бы я не переделывалась. Меня это раздражает, меня это убивает. По сути, это где-то, может, какие-то мои триггеры тоже не проработанные. Но я пока не знаю, как их даже прорабатывать. А здоровье, так сказать, нервное, ментальное уходит и растрачивается. Так что всем огромное спасибо, что вы есть у меня. Те же, кто со мной не на одной волне, сразу же я блокирую и удаляю комментарии. То есть как только какое-то оскорбление в мой адрес, вы можете как-то мои действия там как-то осуждать, что-то писать. Но какое-то либо оскорбление в мой адрес сразу же в блог, сразу же удаляется в комментарии. То есть я больше этого терпеть не буду. Я уже об этом говорила ранее. Так что все мои хорошие, все мои любимые. Всем огромное спасибо, что смотрите мой канал. Не пропускайте ни одного моего видео, что оставляйте лайки и комментарии, мою поддержку, что, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Я, в свою очередь, вас всех люблю, обнимаю, целую. Всем желаю всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Прелестно, прелестно, просто прелестно. Так сладко спит. Так сладко спит моя козочка. Вот ты моя хорошая. До скорых встреч. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.